Сейчас уже не жалею. Было очень много всяких эмоций, и сто раз жалела, и сто раз была готова бросить это все, но сейчас, когда я вижу, что эти люди, которые приходят к нам на пикеты, и сколько людей не доехало, и сколько людей собираются, независимо от того, приезжаем мы, приезжаю я или не приезжаю, это четкий посыл, что люди хотят перемен, люди проснулись, они больше не хотят жить в страхах, унижении, они хотят чувствовать себя людьми в своей стране, это очень вдохновляет, я понимаю, что за мной люди, вокруг меня люди, впереди меня люди. Ты каждое утро просыпаешься, тебе страшно, страшно, что придут сейчас с обыском, потому что это был тот период, когда забрали Сергея, я просто выпала из жизни, я не подписью, подписью, сбором подписей не занималась вообще, люди все сделали сами, я не ездила ни на один пикет, я тогда вообще практически никого не знала из моих инициативной группы, то есть управлять этим процессом я физически не могла и морально тоже, и вот люди просто проявили чудеса самоорганизации, они тоже совершили подвиг в тот момент, люди, которые и собирали эти подписи, и люди, которые приходили эти подписи, отдавали за меня, эти часовые очереди, ну, длиннющие, да, несмотря на то, что лидера посадили, и казалось бы, что все должны расстроиться, все, идти больше не за кем, ну, знаете, как у нас было раньше, должен быть, обязательно, лидер, и тогда все пойдут за ним. Ну, в этом году так получилось, что у нас каждый сам себе лидер. Тихоноски нет, он у меня был смелый, он есть смелый, и он начал открыто говорить, быть правду, словами, которые долетали до каждого, не завуалированными какими-то, там, вот, как эти политики умеют, вот, да, вот, хотелось тоже сказать, ну, красивыми словами, чтобы угодными и власти быть, и что-то сказать, знаете, вот так, нет, открытым текстом, так, так и так, бесхозяйственность, коррупция, он это все начал озвучивать, и люди, ну, можно же говорить об этом. Я просто знала, что я что-то должна сделать, ну, это просто вот обличилась вот в такую форму, что я пошла вместо него подала документы, потому что не могла я, вот, я знала, что это для него значит, и просто, ну, не зарегистрировали, и все, ну, что там, да, ничего страшного. Это вот, это и есть та поддержка, ну, все в семье оно есть. Нам всяческие препоны сейчас выставляют при проведении наших пикетов, это, конечно, вообще не подлежит никакой критике, там, где у нас пикет, там, котлован роет, где у нас пикет, там, оказывается, уже до нас было согласовано какое-то мероприятие, мы должны сцену переносить, всю ее разбирать и пересобирать. Это все препятствие предвыборной нашей кампании, но мы справимся, мы справляемся, мы через или не через такие преграды переходили. И это просто, это же не, ну, люди же это видят, это все на виду, люди понимают, что это делается для того, это делается потому, что им страшно, что страшно, что столько людей против. Если говорить лично обо мне, да, а что меня бояться-то, я же что, ну, если говорить обо мне, как о олицетворении всего народа, всех людей в Беларуси, которые не хотят больше так жить, то я думаю, что как минимум в смятении, да, как в растерянности. Зарегистрировали для того, чтобы посмеяться, это мое субъективное мнение, я так чувствую, потому что решили, так, ну, Тихановская подала, ну, давайте посмотрим, она, во-первых, женщина, кто там за женщину вообще пойдет, у нас женщина не, ой, у нас конституция не под женщину, женщина не может быть президентом и так далее, посмотрим, да, кто там за нее вообще голосовать пойдет, а поржем потом. Но когда он увидел вот эти очереди, которые начали собираться, да, когда Сергей же был руководителем инициативной группы, он поехал по городам как руководитель и начали собирать голоса за Тихановскую, и они увидели масштабы эти, что люди, несмотря на то, что там не Тихановский, а Тихановская, несмотря на это, они пошли.